Всем привет! Венспилс, портовый город в Латвии. Расположен на берегу Балтийского моря около устья реки Вента, к северу от Лейпая и к западу от Риги. Первое упоминание о Вендау в землях Ливонского ордена относится к 1263 году. В 1290 году здесь строится Вендауский замок. В 1378 году Вендау получил статус города. В 1561 году город входит в состав Курлянского герцогства. Во времена Курлянского герцогства Вендауский замок был резиденцией городского фокта. Расцвет города приходится на время правления Курлянского герцога Якоба. 1642-1681. Из рода Кетлеров, тогда в устье реки Вендауа, Совр, Вента, была построена крупная кораблестроительная верфь. Вокруг города стали строиться оружейные мастерские, доменные печи, селитровые и кирпичные мануфактуры. Стала развиваться торговля с Западной Европой, преимущественно с Голландией. В 1795 году Вендау вместе с Курлянским герцогством присоединяется к России и получает русифицированное имя Вендава. В 1915 году в ходе Первой мировой войны город занимают немецкие войска. С 1 июля 1941 года город находился под немецким управлением. Осенью 1944 года город оказался в зоне Курлянского котла, который держался до конца войны. Советские войска вошли в Венспилс только 10 мая 1945 года. По состоянию на 1 января 2021 года по данным Центрального статистического управления численность населения города составила 33 372 человек, в том числе. Лица старше 65 лет в структуре населения города составляли 23,4 процента. 7 814 человек. Лица до 14 лет, 15,2 процента. 5 0 59 человека. На 1 января 2015 года по данным Центрального статистического управления численность населения города составляла 36 274 человек. В регистре жителей, Управление по делам гражданства и миграции МВД, была приведена иная цифра, 40 273 человек. До конца февраля 2010 года осуществлялись рейсы пассажирских поездов по маршруту Рига-Венспилс. До июля 1996 года Венспилс был также связан железнодорожной линией Латвиджаст-Зелс-Селс с городом Лиэпэ. 4 августа 2010 года была восстановлена узкоколейная железная дорога в виде аттракциона. Ширина колей – 600 мм. Длина участка – 2,6 км. Незамерзающий порт Венспилс являлся важным звеном в экспорте российской нефти и каменного угля через Балтийское море. В конце 2001 года решением правительственной комиссии РФ для диверсификации и поставок нефти и экономического развития российских портов все шедшие через Венспилс нафтотерминал с объема нефти были переориентированы на нефтеналивной порт в Приморске, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы. По состоянию на осень 2011 года Венспилский порт обслуживали три паромные линии. Венспилс – Нюнисхам, Швеция – 5 раз в неделю. Венспилс – Травимюнда, Германия – 2 раза в неделю. Любек, Германия. Венспилс – Санкт-Петербург. Россия – 2 раза в неделю. Вендавский Орденский замок, ныне музей. В пяти километрах от Венспилса расположен гражданский аэропорт, который не имеет регулярного сообщения и обслуживает частные самолеты и чартерные рейсы. Услугами аэропорта также пользуются поисково-спасательные и пограничные службы. В состав Венспилской городской думы входят 13 депутатов. Мэр города – Янис Виталинж, который возглавляет городское самоуправление с 5 июля 2021 года. С 5 декабря 1988 года до 23 октября 2012 года и с 29 мая 2013 года до 1 июля 2021 года мэром города был Айварс Лембергс. В Венспилсе работает 9 общеобразовательных дневных школ, а также одна средняя школа вечерних смен. Высшее образование возможно получить после окончания Венспилской высшей школы. Высшее образование также можно получить на Инженерно-экономическом факультете и факультете инженерных наук Венспилского филиала Рижского технического университета, на факультете юридических наук и факультете экономических наук Балтийской международной академии, в Венспилском отделении высшей школы педагогики и образовательного менеджмента и в колледже бухгалтерии и финансов СИЭКИ в бизнеса комплекс. 12 октября 2011 года по инициативе мэра Айварса Лембергса в Венспилсе были выпущены в обращение собственные деньги венты. 100 вентов соответствовали 1 лату. К началу ноября 2011 года вентами можно было расплатиться уже в 22 местах. В основном, на туристических и спортивных объектах. Администрация Венспилса выражала пожелание вывести вент из-за пределы города. Партия реформ Затлерса утверждалась, что введение в вентспилса собственной валюты носит антиконституционный характер. Руководство партии выражало намерение обратиться с связи с этим в полицию безопасности. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok